Всем привет! С вами Мисс Апаш и сегодня я попытаюсь рассказать, что узнала о режиме фрилансер и поделюсь своим опытом. К сожалению, в этом режиме все контракты выпадают случайным образом. Мало того, последовательность локаций можно выбирать, тут тоже возможны разные варианты, в том числе и финальной миссии. Престижные задачи тоже меняются и выбираются. В ящиках с припасами, с наградой в убежище агента и в тайниках в регионах предметы выпадают рандомно, так же, как в инвентаре у поставщиков. В одном и том же регионе в разных миссиях разные места тайников и сейвов. И, конечно, разные цели. И это только основное. Поэтому показывать видео полных прохождений, как руководство, не имеет смысла, так как у каждого будет все индивидуально, разве что посмотреть. Я уже уничтожила один синдикат в одном из своих аккаунтов. Там у меня было два провала в двух миссиях из 18. Удалось получить к этому времени всего лишь 21 уровень. И сейчас я заново начала игру уже в своем основном аккаунте. На текущий момент выполнила уже почти с отличием первые 7 миссий. И уровень у меня в этом аккаунте уже 25. Контраст ощутимый. Тут я не провалила ни одной миссии уже с учетом предыдущего опыта. И, на мой взгляд, первые миссии, несмотря на более низкую сложность, одни из самых трудных, так как у вас нет, по большому счету, ничего из экипировки. Поэтому я начну с самого начала и покажу все по порядку с выбором контракта и по ходу буду рассказывать, что узнала. Итак, как только мы загружаем режим фрилансера в первый раз, мы оказываемся в явочной квартире агента 47. Но пока все пустое. И у нас практически ничего нет. Достав в другие помещения закрыт, за исключением одного, в который агент 47 попадает тогда, когда провалил миссию. Но обратите внимание, что там лежал стетоскоп, который можно использовать в качестве удавки. Так что это может пригодиться. Кстати, предметы на явочной квартире можно бросать, и они потом окажутся на своих местах. Чтобы открыть другие помещения, нужно повысить свой уровень мастерства. А тут будет немало помещений, дизайн которых можно менять на свое усмотрение. Все ящики пока закрыты, а на стендах пока ничего нет, за исключением одного пистолета без глушителя. Оружие размещено в зависимости от типа. Есть два стенда для холодного оружия, на одном из которых есть коллекционные предметы. Но это только пять предметов – калмер, сикер, лом, монета и отмычка. Следующие два стенда для тематического оружия. На одном оружие, которое входит в набор стрит-арт-пэк и мейкшифт-пэк. Продается они по 300 с хвостиком рублей. Но даже когда вы купите эти пакеты, появится всего по одной единице оружия. Из пакета арт-стрит-пэк – бетонная штурмовая винтовка. И из набора мейкшифт-пэк – снайперская винтовка из сторсырья, но она без глушителя. Остальное оружие нужно будет найти или купить. Кстати, в эти наборы входит также по одному костюму и по два-три дизайна интерьера. На втором стенде тематического оружия размещается фамильное оружие и узорчатое оружие. Это оружие дается за уровни мастерства. Обратите внимание, что это не коллекционное оружие, и оно, соответственно, может пропасть при провале миссии. Кстати, всего уровня мастерства в режиме Freelancer 100. Есть также по стенду с штурмовыми винтовками, дробовиками, ПП, пистолетами и два стенда для снайперских винтовок. У каждого предмета есть категория в зависимости от редкости – обычная, редкая, эпическая и легендарная. Помимо этого, каждый предмет занимает определенное количество слотов в инвентаре. На начальном этапе с собой можно взять экипировки всего на 5 слотов. Но с ростом мастерства растет суммарное количество слотов, которые можно взять с собой. При этом более редкое оружие занимает меньше слотов. Если лимит превышен, предметы можно выбросить в убежище, они займут свои места. Все это оружие нужно найти или купить у поставщиков, а найти его можно в тайниках на территории региона и забрать у персонажей. Поставщики вам будут предлагать только то, чего у вас нет. В тайниках же будут абсолютно разные предметы. Для тех, которые можно унести из миссии, указана редкость. Их стоит выбирать в первую очередь для пополнения коллекции. Остальные предметы пригодятся только на миссии. Но есть особая категория предметов, которые находятся в разных местах явочной квартиры, как, например, стетоскоп. Потом появятся и другие. Эти предметы занимают слот, но редкости у них нет. Их можно взять на миссию, но они будут лежать в определенных местах в явочной квартире и прилегающих территориях. Всего будет 4 контракта, включающих 18 миссий. Сложность в каждом последующем контракте возрастает и растет количество миссий в разных регионах. Количество целей и подозреваемых в миссии и регионов в контракте зависит от рейтинга сложности. В последней миссии контракта на синдикат нужно опознать и устранить боссы синдиката. При выборе первого контракта, да и не только, нужно ориентироваться на задачи, в том числе для которых у вас есть снаряжение. Например, убить из пистолета с глушителем или снайперской винтовки не получится, если нет такого оружия. Можно, конечно, купить у поставщика, но в первой миссии у вас нет денег. Как правило, в соответствии с задачами у поставщиков есть необходимое снаряжение, но порой его просто нельзя купить из-за отсутствия денег. Самый надежный способ – получить первый пистолет с глушителем у киллера в третьей миссии первого контракта, так что рекомендую обязательно одного нейтрализовать. Читала, что в Мендосе пистолет с глушителем можно забрать у охранника в комнате охраны, в Уилтон-Крике у охранника в доме Грисвальда, на острове Тени и, возможно, еще в других местах, но это не всегда работает, вроде как должна быть зона с высоким уровнем тревоги. Поэтому для самого первого контракта, как ни странно, я рекомендую взять контракт с задачами убийства из дробовика, ПП и штурмовой винтовки. Это оружие обязательно будет у охранников. Будет шумно, но главное убивать всех рядом с ящиком или шкафом и тут же прятаться в нем. А можно убивать в помещении, где нет окон, например, туалеты, и разделяет с охранником и как минимум две двери. Можно, конечно, взять задачи с несчастными случаями, но не всегда найдешь в локации нужные для этого инструменты, но тоже вариант. Или убийства с подручными средствами типа ядов, холодного оружия, которые также можно найти в локации. Как только появится оружие с глушителем, можно перейти на задачи с бесшумным устранением, и это будет гораздо проще. Конечно, в дальнейшем, когда уже будет что-то в снаряжении, можно перейти на ваш стиль игры. При выборе контракта и последовательности миссий я также ориентировалась на локации, которые мне знакомы. Например, я мало была знакома с локациями первой части Хитмана, поэтому на решающую последнюю миссию серии оставляла более знакомую. Но тут много факторов, на которые нужно ориентироваться. Итак, я выбрала первый контракт, где убийства предстоят шумные. Из убежища можно взять только пистолет без глушителя, но они будут в локации, и стетоскоп на всякий случай. А больше у вас и не будет возможности взять в связи с лимитом объема. И важные советы, чтобы не провалить миссию, если что-то идет не так. Сразу закрывайте игру, не выходя в меню, и снова ее загружайте. Тогда вы ее начнете заново. При этом можно будет поменять снаряжение, но это когда у вас появится выбор. Можно сначала попробовать все исследовать, выяснить, где что лежит, где кто находится, как проще выполнить задачу, закрыть игру и потом начать заново. Единственное, имейте в виду, что при этом поменяется снаряжение в тайниках, в локациях, количество денег у курьеров и частично ассортимент у поставщиков. В первой миссии у поставщиков вообще ничего нельзя купить, если вы не ограбили предварительно курьера и не нашли хиткоины в тайнике или сейфе. Но в этой миссии тайников и сейфов я не заметила. Да и у курьера будет не так много хиткоинов. Кстати, если курьер находится в тесном окружении, то лучше усыпить его калмером, который потом можно купить или взять в ящики в первую очередь. После этого спокойно забрать хиткоины прилюдно или положить банан на пути курьера, который можно найти в локации или позже взять на своей кухне в явочной квартире. Если убить курьера, то я не заметила штрафа за это, во всяком случае на начальном этапе, но может подняться тревога, что осложнит ситуацию. За перехват курьера также начисляются очки опыта. Таким образом, для первой миссии остается оружие, что есть у персонажей, и подручные инструменты в локации. Но количество подручных средств существенно сократили по сравнению с обычной игрой, так что придется все заново осматривать. А в этой миссии можно найти и ПП, и винтовки, и даже дробовик в комнате охраны в подвале. Там я и расправляюсь с последними охранниками, убивая их из дробовика. Я уже выполнила все задачи в миссии, убив из разного оружия 9 охранников, ограбила курьера и ликвидировала члены синдиката на чердаке. Вышло долго, но зато я прошла успешно миссию. Поначалу лучше собирать все оружие, которое вы отвоюете или найдете в локации, чтобы добавить в свою коллекцию. Однако вы не сможете унести более двух тяжелых предметов типа винтовки, а иногда для этого нужен кейс. Так что я полностью загрузилась. После каждой миссии будет открываться ящик с припасами с тремя предметами на выбор. Разной редкости можно предусмотрительно выбрать для следующей миссии. Конечно же я выбираю Калмер. Тут снова работает та же схема. Если вам не нравятся предметы в ящике, можно попробовать перезагрузиться и будет другой ассортимент. Главное не выбирать предмет до перезагрузки. Выбрать можно только один. Лучше, конечно, выбирать предметы с редкостью и то, что вам может пригодиться, исходя из задач контракта. Если миссия будет провалена, то в следующих регионах по контракту будет объявлена тревога. Там обязательно будут наблюдатели и киллеры. Много охраны и все будет гораздо сложнее. Если заметит наблюдатель, то он сообщит цели. А если цель сбежит, то снова будет провал. Миссию можно завершить, не устранив все цели. Но тогда в другом регионе будет объявлена тревога. А сложность выполнения возрастет. Провалив миссию с тревогой, босс сбежит. И будет провалена вся компания. На первой миссии я не заметила тайников. А вот на второй нашла два. И то не факт, что других тайников нет. На самом деле, к тайнику нужно достаточно близко подойти, чтобы появился его значок в поле зрения. Так что найти все тайники в локации достаточно сложно. На большой карте они, соответственно, не отражаются. В тайниках чаще всего находятся три случайных предмета. Взять можно только один предмет. Либо в тайнике может быть один предмет со степенью редкости. Я встречала пока только оружие в качестве такого. Изредка в тайниках встречаются хиткоины, как в этот раз. Чаще всего, конечно, в тайниках находятся не совсем полезные предметы. Но практически всегда, если в задачи входит, например, несчастный случай, как минимум один нужный предмет там можно найти. Другой вопрос, что не всегда удается найти все тайники. Как видите, здесь мне досталось оружие. В общем, с тайниками мне повезло, поэтому можно поиски больше не продолжать. За взятие предмета из тайника дается 25 очков, плюс еще очки за осмотр тайников. В этот раз у курьера уже можно что-то купить. Я беру лом, взрывчатку, так как у меня в последней миссии будет задача убить цель взрывчаткой, и дешевенький шприц с ядом. Моя цель находится у вертолетной площадки. Убив ее, я поменяю маскировку. Им не нужно снова убить шесть охранников из винтовки и дробовика. Это я сделаю там же. Приходится всех стащить, что были в помещении в одно место за две двери от охраны вертолетной площадки, иначе налетят. И всех расстрелять по очереди из нужного оружия. Итак, задачи выполнены, и миссия снова успешно пройдена. Теперь выбираем предмет. И осталась последняя миссия на острове Умброс. Сейчас я возьму отмычку. В этой миссии нужно убить босса взрывчаткой, также трех охранников из дробовика, и всего один раз поменять маскировку. Кстати, престижные задачи в первом контракте недоступны, и появятся только во втором. С собой мне понадобится только взрывчатка, хотя можно было взять еще что-нибудь. Дробовик снова же добуду на месте. Перед этой миссией появляются приметы босса-синдиката на стене с разведданными, четыре приметы внешности и три особенности поведения. В этой миссии будет четыре подозреваемых, которых можно фотографировать камерой и разглядывать, сколько нужно, а также помечать тех, кто не подходит, и выделять главного подозреваемого. Но, чтобы опознать босса, приходится сверять не только внешность, но и отслеживать действия подозреваемых, а это порой очень утомительно, особенно когда подозреваемых девять, например. Подозреваемые отмечены фиолетовым контуром в режиме инстинкта, и над ними есть значок, в котором отражаются их приметы при совершении определенных действий. За убийство же подозреваемых, которые не являются целью, взымается достаточно существенный штраф в тысячи хиткоинов. Просто определить босса, когда есть задача, нейтрализовать подозреваемых. Тогда можно нейтрализовать как минимум трех согласно задачи, и если вам это зачислят в нейтрализацию подозреваемого, то это не босс. Очень советую помечать неподходящих на роль босса подозреваемых, так как это может помочь дифференцировать, кто начал сбегать – наша цель или неподходящий подозреваемый. В завершающей миссии контракта, как правило, есть и киллеры, и наблюдатели, хотя наблюдателей я не заметила в этой миссии. Их порой непросто определить, но когда киллер или наблюдатель оказывается рядом, загорается предупреждение у карты слева. И киллеры, как правило, сопровождают подозреваемых, но не всегда всех. У киллера есть пистолет с глушителем, который очень нужен на начальном этапе. Помимо этого, за устранение киллера даются очки опыта. Можно как нейтрализовать, так и убить. Штрафа за это нет, но будьте осторожны. Киллер может убить вас с пары выстрелов. К тому же, если рядом есть другие киллеры или наблюдатели, они могут объявить тревогу, и цель может сбежать. В миссиях с повышенным уровнем тревоги лучше все-таки тела прятать, иначе киллеры или наблюдатели запускают побег подозреваемых. К тому же при этом анализируется маскировка, и если нашли тело, с которого она снята, то эта маскировка уже плохо будет работать, ее нужно будет сменить. Кстати, за убийство наблюдателя, как и посторонних персонажей, снимается 50 хиткоинов, поэтому его лучше просто нейтрализовать. Теперь, когда с боссом и его киллером я разобралась, можно ограбить и курьера. А дальше заняться охранниками. Я далеко не ходила. Оглушила трех и стащила в траву. У одного позаимствовала дробовик, и теперь всех добила прямо в траве. Осталось сбегать к поставщику. У него оказался секер, который я тут же покупаю. И что еще позволяют наличные? Яд и отвертку. В общем, все прошло успешно, и я покидаю миссию. Синдикат разгромлен, и я даже получила какие-то призы. В итоге мне досталось более 30 тысяч хиткоинов, и заработала я восьмой уровень мастерства. Что касается сейфов, в первом контракте их не было, поэтому показываю из других прохождений. Сначала нужно найти три подсказки, как правило, документы, планшеты, ноутбуки. Они находятся рядом, но не обязательно в одном помещении. Только после сканирования их всех сейф можно открыть. А можно сейф просто взорвать. Помимо этого, на территории некоторых регионов, как, например, в Нью-Йорке в банковском хранилище, есть очень даже приличная сумма хиткоинов от 3,5 до 4 тысяч. Хиткоины можно найти также в сейфе Гейтса в Мендосе и в сейфе в Санта-Фортуне. После завершения каждого контракта с ликвидацией главаря синдиката будет открываться сундук с наградой. Она тоже может быть разной редкости. В этот раз я получила пистолет, но без глушителя. Теперь можно осмотреться и обустроить жилище, насколько это возможно. Все это я не буду показывать, но хотела обратить внимание, что на втором этаже есть полки, на которых расставляются полученные награды. А в гардеробной теперь доступна вся маскировка, заработанная в обычной игре. На примере первых миссий я постаралась рассказать о новом режиме фрилансер в общих чертах. В общем, мне он понравился, даже затянуло как-то. И на этом я завершаю это видео. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. И удачи вам с прохождением.